Впервые животных с признаками бешенства описал еще Гиппократ в V веке до н.э. Выделяют городское и лесное бешенство. Первое распространяется бородячими собаками, второе – дикими животными, в основном представителями семейства собачьих – лисами и волками. Передается вирус через слюну при укусе. Зараженное дикое животное отличается чрезмерным возбуждением и потерей осторожности. Вместо боязни человека он вполне может и в населенный пункт зайти, та же бешеная лисица. Признаки бешенства – это неадекватное поведение, пена во рту капающая, водобоязнь зверя. Особую опасность представляют больные лисы, которые, в отличие от других животных, часто не проявляют агрессивности, а делаются ласковыми и легко идут к людям в руки. Попытка приютить, выходить такое животное может иметь трагические последствия. Если вы заметили у животного признаки бешенства, не паникуйте. Остановитесь и, не делая резких движений, уходите неторопливыми шагами. При попытке животного броситься не давайте себя укусить. Если все-таки зверь вас укусил, нужно немедленно обратиться за помощью к врачу. Бешенство неизлечимо, но вовремя поставленные прививки не позволят заболеть. Специалисты советуют, увидев дикое животное в лесу, парке или возле дома, избегайте контакта с ним, не пытайтесь его сфотографировать или покормить. Самая надежная гарантия от заражения бешенством – минимум контактов с дикими животными. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...